Смысл такой, что эта игра хороша как базовый уровень для всех, кому нужно научиться говорить. Научиться представляться, предлагаться, презентоваться. И в принципе, потом из всего того, что умеют, делать сборки для того, чтобы предлагать гоничный вариант какому-то заказчику. Итак, у нас есть эмоции, как по любому человеку, ценности, убеждения и потребности. Потребности хороши про всякие разные, ну не знаю, масло, убеждения, это список убеждений, которые мешают, помогают, да, ну ценности. У нас опять же есть увлечение у людей, есть обороты речи, это как раз то, что использует, начиная профессионализмом и заканчивая, может быть, какими-то словами, связанными обычной речью. Есть цели, что мне хочется сделать, и задачи. Притом задача, например, сделать комплимент, попросить какую-то обратную связь. Ну и вот следующая часть, представьте себе, что вы набираете карточки, есть места, вам нужно презентануться. Притом места, тут есть, например, на свидании, при свечах, на выставке, в зависимости от того, где вы набираете карточки. В лифте. Там в лифте, в лифте, да, тут получается, это дело нужно как-то сделать. И вот получение этой карточки позволяет полностью менять контекст. Ну, деньги, все понятно, преимущества и клиенты. Но здесь есть интересные две вещи. Одна называется метафора. Когда есть человек, который играет, вытаскивает карту, например, океан. И там нужно использовать океан возможностей, океан будет у него спокойствия, там, не знаю, там, океан, на котором хочется поплавать. И есть замечательная колода, называется ролей. Они есть мужские и женские, а есть еще королевские роли. Где можно предлагать знакомство, свою продуктовую услугу от имени какого-то сказочного персонажа. Там есть королевский палач, владелец трактира, король, королева, генерал королевской гвардии и так далее. То есть, этот инструмент, он практически вечен на каждый случай. И добро пожаловать в речевый тренажер.